Около 15% детей в России страдают ожирением. Эксперты говорят о том, что в ближайшие годы их станет еще больше. Как не допустить заболевания и как правильно питаться, поговорим с ректором Сибирского государственного медицинского университета Ольгой Кобяковой. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте. Первый вопрос, который бы хотелось прояснить, а вообще какая сегодня актуальная информация относительно числа детей, страдающих ожирением по Сибири и в частности в Томской области? Знаете, что касается Сибири, то ситуация примерно одинакова и не слишком отличается от общероссийского уровня. Тенденции в России, которые отмечают рост детей, страдающих избыточных массой тела, также тревожные. В частности, за последние 10-15 лет количество таких детей, удельный вес таких детей увеличился с 7 до 15%. И я хочу подчеркнуть, что это только официальная статистика. То есть это те дети, у которых официально поставлен такой диагноз. Есть еще скрытые какие-то цифры? Они не скрытые, есть и дети, чьих родителей это не беспокоит, они не обращаются с этим в медицинские учреждения. И полненькие дети бегают по улицам, ходят в школу без всякого диагноза. Как только родители, как только учителя, врачи такого ребенка заметили, им сразу нужно заниматься. – Хотела уточнить тогда причины ожирения. Если мы говорим про детский возраст до 10-5 лет, это питание или это все-таки какие-то заболевания, которые могут передаваться по наследственности, к примеру? – Родители любят объяснять ожирение своих детей различными эндокринными нарушениями, также генетическими факторами. На самом деле, соотношение так называемых поведенческих, либо корригируемых факторов развития ожирения к наследственным генетическим и эндокринам составляет 95 к 5. Другими словами, только 5% детей, страдающих ожирением, действительно на то имеют серьезные причины. Родители не должны ждать, когда у ребенка появится либо лишний вес, либо еще какие-то проблемы со здоровьем. Любой нормальный родитель, любая нормальная семья должна правильно организовать питание своего ребенка, так называемое, сформировать у него пищевое поведение. – С какого возраста этими привычками нужно заниматься для ребенка? – С самого-самого раннего. Есть мнение, что и есть такие рекомендации, что если в семье хотя бы один родитель страдает ожирением, то следить за питанием, за рационом ребенка нужно уже с младенческого возраста, в частности отказываться от так называемого свободного вскармливания, это по первому требованию ребенка в ночное время. Ну а начиная с года, когда уже идет речь о прикорме, когда ребенок начинает понимать и требовать, что вкусно, что невкусно, этим нужно заниматься очень серьезно. – Вмешательство родителей в питание ребенка, оно зачастую приводит к отказам, оно зачастую приводит к ссорам семьи. Какое поведение, вот модель поведения у родителей, ну, самая простая в этом вопросе. – Алина, я не совсем согласна с термином вмешательства родителей в питание ребенка. Родители должны организовывать питание ребенка еще раз, с самого раннего возраста. Давайте начнем с того, что не во всех семьях принято утром завтракать. Вот это прямой путь к ожирению и к другим заболеваниям, и желудочно-кишечного тракта, и многим другим. Ребенок не должен идти в школу, в садик, не позавтракав. Более того, рацион должен быть достаточно плотным, это 30% от общего объема и калорийности пищи, которую ребенок должен получить в течение дня. Но прежде всего, категорически не покупать и не разрешать продукты, которые откровенно вредны. Это все сладкие газированные напитки, фастфуды, это бесконечные шоколадки и так далее, и так далее. Все крайне лимитировано. Какой продукт родители могут включить в их питание без каких-то несогласий, каких-то ссор? Какой продукт они могут посоветовать своему ребенку? Это замена одного из приема пищи фруктами. Вообще ребенок должен съедать не менее 400 грамм в сутки овощей и фруктов, клетчатки, для того, чтобы обеспечить себе рациональное питание. И плюс родители должны задуматься о том, получают ли их дети достаточную физическую нагрузку. Чтобы не получалось, чтобы и школы на диван, гаджетом и наоборот. Вот этого быть не должно. Я настоятельно рекомендую общаться только с профессионалами, имеющими медицинское образование, и не черпать информацию из интернета от людей, которые имеют весьма отдаленное отношение к медицине. Самое главное, своему ребенку не навредить. Напомню актуальную на сегодняшний день проблему детского ожирения в Сибири. Сегодня мы обсуждали с ректором Сибирского государственного медицинского университета Ольгой Кобяковой. Ольга, спасибо вам большое за дело. Спасибо вам. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok